Всем любителям настольных игр привет! Я Грей Вулф и вы на канале I Play Solo. Сегодня я играю в Race Formula 90, гонка в Formula 90. В первом видео я вам показал, как игра раскладывается. У нас определились позиции на стартовой решетке. Двум игрокам повезло. Красный итальянец занял полу-позишн, и зеленый игрок немец занял вторую позицию на стартовой решетке. У нас, напомню, распределились пидстопы. Следующим образом, лидер гонки нынешний, красный игрок, поедет на пидстопе на восьмом ходу. Второе место в данном случае это зеленый игрок на десятом. Последнее место фиолетовое поедет на четырнадцатом, а все остальные поедут на двенадцатом ходу. Сегодня мы сыграем короткую гонку, которая закончится на девятнадцатом ходу, что будет соответствовать кругам 39-40. Так, про пидстопы я сказал. Пидстопы можно брать до обязательных пидстопов. Если мы берем пидстопы игроками до обязательных пидстопов, то фишки обязательных пидстопов уйдут с поля. Нам не надо будет брать именно в этот момент, останавливаться именно в этот момент. И мы можем в любой момент после неограниченное количество пидстопов взять, если посчитаем нужным. Роботы в базовой игре пидстопы берут только обязательные. Едут на пидстопы только обязательные. Так, все готово к началу игры. Поехали. Начинает красный игрок, итальянец. У него десять шин. Стратегию он выбрал экономию резины. Я объясню, как она работает через секунду. То есть сначала мы берем карту. Прежде чем мы взяли карту, мы могли бы поехать на пидстоп. Но сейчас это не имеет никакого смысла, поэтому мы берем карту и начинаем играть. Посмотрим, какие у нас карты в руке. У нас есть тройки. Есть двойки. Есть тройки. Так, четверки ни одной нету. Четверку мы отдали для квалификации. Играть в каждый ход мы можем одну или две карты. Если мы играем одну карту, то это может быть абсолютно любая карта. Если мы хотим сыграть две карты, то это могут быть только две двойки, либо единица с любой другой картой. То есть, например, у нас сейчас единицы нету, но единицу можно сыграть с четверкой, с тройкой, с двойкой и так далее. Но, например, две тройки или 4-3 или 4-2 сыграть нельзя. То есть с тройки мы можем в данном случае сыграть только по отдельности и уехать на три секции, но красный хочет сразу же оторваться, поэтому будем уезжать на четыре секции, а вариант только один сыграть какие-нибудь из двоек, из двух двоек. Так, посмотрим. Вот у нас четыре двойки есть. Четыре двойки у нас есть. Да. Так, выбираем тогда двойка номер раз и двойка номер два. Чтобы сыграть нам эти две карты, нам нужно оплатить их стоимость. У этой карты стоимость две шины, и мы должны будем взять либо две шины, либо одну шину, одна обязательно, а вторую можем заменить любой картой. То есть можем отдать одну шину и одну любую карту. Но у нас выбрана стратегия экономия резины, поэтому мы всегда будем тратить, имея эту стратегию, на одну резину меньше. Соответственно, здесь мы должны будем потратить только одну фишку резины, что мы и сделаем, и эта карта будет оплачена. Здесь мы видим на этой карте слово проверка. То есть нам нужно будет пройти контроль. Контрольное число 40. Это число должно быть меньше контрольной проверки, которая у нас на панели. А у нас на панели число 7. 40 явно больше 7. Соответственно, мы проверку не прошли. Когда проверку мы не проходим, вот здесь вот у нас есть фишки повреждений. Я их перемешиваю, поскольку среди них есть два варианта повреждений. Постоянное и повреждения, которые можно исправить на пидстопе. Не смотрю, не смотрю, достаю. Так, это повреждения, которые можно исправить на пидстопе. Если возникнет такая ситуация, когда у нас все кругляшки будут заняты, а мы сыграем карту, которая... Если мы не пройдем, например, проверку и получим очередное повреждение, то машина просто взорвется. Или, скажем так, сломается окончательно, и гонщик из игры, к сожалению, будет выбит. Так, повреждения взяли. Теперь, каждый раз, когда мы играем карту с контролем, она заменяет собой предыдущую. Все, эти карты сыграны, и у нас красный наш игрок передвигается на 4 секции. Раз, два, три и четыре. При этом, в 4 секции у нас, мы видим здесь плюс один. Это траектория. Заехав первым в эту секцию, мы можем занять удачную траекторию. И в следующий раз, если мы сыграем соответствующую карту, об этом позже, то мы сможем воспользоваться удачной траекторией и прибавить к нашему ходу плюс один. Теперь второй игрок активизируется. Следующий – это зеленый игрок. Смотрим, он также не поедет в пистоп, поэтому он берет карту, плюс два, и вскроемся, посмотрим, что у него есть еще. Ага, у него есть четыре. Три, два, два, два. Так. Но есть четверка, где на дашь три резины ему будет потратить, либо он может сыграть какие-нибудь две двойки, опять же. Что он, наверное, и сделает. Все карты достаточно неплохие, поэтому он сыграет вот эти вот две двойки. Каждая из них будет стоить ему одной резины, поэтому он избавляется от двух резин. У него тактика баланс, резину он не экономит. И у нас здесь значок карты, то есть мы берем еще одну карту из колоды. Мы ее не можем играть в этот ход, но мы просто добавляем себе карту из колоды. А эти две уходят в колоду сброшенных карт. И зеленый игрок у нас поехал. Раз, два, три, четыре. И оказывается, он сразу за красным игроком. Чтобы его обогнать, нам нужно было бы потратить... В повороте мы вообще это сделать не можем с данными, выбранными стратегиями. Есть стратегия, которая позволяет обгонять в повороте. Стоимость обгона будет 2. Но в данном случае, даже если бы у нас была такая стратегия, у нас все очки действия закончились, и автоматически мы останавливаемся за красным игроком. Теперь ходят роботы. У роботов все просто. У нас есть быстрый и медленный. Быстрый ходит всегда плюс 3, медленный всегда ходит плюс 2. Но они также могут занимать вот эти вот траектории, которые будут прибавлять к их ходу. Итак, поехали. У нас быстрый робот. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот он занимает наилучшую траекторию плюс 2. А фиолетовые на 2 ходят. Раз, два. Вернее, не ходят, а едут. Раз, два. Вот у нас совершен первый ход. И да, я не сказал, главное правило. В первый и последний ход можно обгонять на всех участках трассы, как будто бы это была бы прямая. То есть, соответственно, я здесь сказал неправильно. Если бы, например, каким-то образом у нашего зеленого игрока было бы 5, а не 4, то он приехал бы сюда 4 и проигнорировал бы, что это поворот, смог бы за одно очко, пятое, обогнать красного игрока. И как раз здесь самое время сказать, что у нас есть три вида, скажем так, три основных участка на трассе. Это прямые, три основных типа участков. Прямые. На них мы можем обгонять соперников, потратив одно очко. У нас есть вот этими вот линиями выделены повороты. В этих поворотах действуют особые правила, о которых мы сейчас поговорим в следующем ходе. И в них, в принципе, обгонять нельзя, если только это не первый или последний ход, либо у вас неопределенная стратегия, которая позволяет обгонять в поворотах. И также есть зоны, отмеченные буквами LB, Late Breaking, позднее торможение. Вот у нас эти зоны, они идут перед поворотами. В этих зонах, приехав в эту зону, вне зависимости от того, сколько у вас очков, все машины сразу останавливаются, если в этой зоне есть соперники. И в этой зоне, остановившись, можно рискнуть и попробовать обойти соперников на позднем торможении. И, наверное, я объясню это по ходу, когда мы дойдем до такого момента. Я вам покажу, как выполняется позднее торможение. У нас второй ход. Отмечаем это фишкой. И по-прежнему у нас итальянец, красная машина, он номер один, но он находится в повороте. А что это означает? Это означает, что сейчас два болида находятся в повороте, и болид, который сзади, может попытаться навязать в повороте борьбу, болиду, который находится спереди. Что, естественно, зеленый болид будет делать. Как в поворотах болиды сражаются с друг другом? Они играют две карты, любые. Эти карты будут заморожены на один ход. Соответственно, они к нам вернутся рано или поздно. И в данном случае зеленый игрок будет играть, конечно же, свои лучшие карты. Будет играть карты плюс четыре. Да, он будет играть плюс четыре. Хотя здесь есть следующий нюанс. Если мы в поворотах начинаем борьбу, нам нужно обратить внимание на формат этого поворота. В данном случае у нас поворот ретифила, и у нас стоит здесь циферка плюс три в этом повороте. Это означает, что все игроки, кроме лидера в повороте, добавят к своей борьбе плюс три автоматически. У нас есть повороты, где вместо плюс три наоборот есть, например, минус два. Тогда все, кроме лидера, отнимут у себя минус два. Но в данном случае это очень здорово. То есть плюс три облегчит задачу зеленому, потому что у красного будет ноль, а у зеленого уже плюс три. То есть нам надо к этим плюс трем добавить хорошие карты. И зеленый рассуждает. У него уже есть плюс три. У игрока красного могут быть максимум две четверки. То есть игрок красный может сыграть максимум восемь. А нам нужно, чтобы у нас было восемь, сыграть только пять. Играть восемь опасно, потому что если оба сыграем восемь, то расклад не поменяется, но каждый из нас получит повреждение. Это означает, что в борьбе за поворот машины соприкоснутся и столкнутся. Поэтому нам лучше было бы, чтобы было девять. Соответственно, три. То есть нам нужно шесть. То есть нам нужно сыграть, например, четверку и двойку. И этого должно быть достаточно. Ну, мы тогда так и поступим. Сыграем четверку и двойку. Зеленый игрок объявляет соперничество и играет две карты. Теперь красный игрок может защититься. Может и не защититься. И красный игрок думает, так, у зеленого там плюс три, а у меня вообще нет и четверок даже. Ну, может быть, и у зеленого нет четверок. Например, у него две плюс тройки. Ну, в общем, шансов, что он меня обойдет, достаточно много. Соприкасаться с ним я не хочу. И зеленый принимает решение, замораживать карты он тоже не хочет. В данной ситуации, в данной ситуации, учитывая, что там все-таки плюс три, это большой модификатор, зеленый решает вообще не сражаться, вернее, красный, простите, решает вообще не сражаться, а уступить лидерство в повороте зеленому. При этом свою траекторию он не теряет. Но первым в повороте становится зеленый игрок на немецком болиде. Так, он свои карты замораживает, сможет их открыть только в следующий ход, но теперь ход за ним, потому что он стал лидером гонки. И прежде чем походить, он берет карту из колоды, замороженными пользоваться не может. И вот у него как раз есть плюс один. И это здорово, потому что зеленый сейчас начнет по полной программе отрываться. Он сыграет самую мощную комбинацию, это четыре плюс один. И единственная проблема, это то, что ему четверка будет стоить аж трех резин. Он может сыграть, опять же, одну резину и отдать две карты, либо две резины и отдать одну карту. Но карт у него немного, отдавать он их не хочет, поэтому он потратит три резины. Флаг мы игнорируем, потому что это для продвинутой игры. И зеленый игрок у нас уезжает на целых пять секций. Раз, два, три, четыре, пять. Вот как. Как далеко он оторвался. Все, его ход закончился. И теперь активизируется всегда зона за лидером, где бы она ни была. И у нас ближайшая зона активная за лидером. Это наш красный игрок, итальянец, который только что проиграл в повороте. Он берет одну карту и попробует догнать зеленого. При этом он стоит на траектории плюс один. И это плюс один такого красноватого цвета. Это означает, что если он сыграет хотя бы одну красную карту, то он сможет прибавить плюс один к своей... к набранной скорости. Самая большая карта у него сейчас четыре. Опять же, может он сыграть, плюс две двойки, но они желтые и зеленые. Он тогда не получит бонус с траекторией плюс один. Поэтому он будет играть красную карту четыре. И она не очень приятная карта, потому что, во-первых, ему потребуется потратить две шины или одну шину и одну карту. И он получит повреждения. То есть, итальянец у нас разозленный тем, что его обошли в повороте, выжимает из машины все, что только можно. И наезжает колесом, предположим, на бордюр, и получает повреждение. Крыла. При этом повреждения мы, опять же, выбираем вслепую. Повезло. Это повреждение, которое можно будет исправить. И вместо двух шин отдаем одну, потому что у нас тактика экономия резины. Все, карта сыграно. И мы уходим на четыре плюс одну, на пять. Раз, два, три, четыре, пять. И оказываемся за зеленым. И теперь интересная ситуация, потому что в следующем ходу мы сможем объявить, бросить вызов зеленому в этом повороте. Потому что мы также сейчас находимся в зоне поворота. И в... Ладно, об этом поговорим потом. Когда дело, да дело, да дело. Так, теперь роботы. У нас желтые двигаются на три. Раз, два, три. И один из них, любой, занимает траекторию плюс два. Предположим, вот этот. Здесь у нас желтый ходит на три, но он на траектории плюс два. То есть он ходит на пять. Раз, два, три, четыре. С роботами все просто. Роботы игнорируют друг друга. Поэтому, поскольку мы сейчас представляем, что здесь этих двух вообще нет. И у нас пять. То есть мы раз, два, три, четыре, пять. У нас этот робот оказывается здесь. А если бы у нас здесь были наши, предположим, машины, машины игроков, то робот этот бы остановился сразу же, потому что это зона позднего торможения, где все останавливаются. Но роботы игнорируют друг друга. Так, и здесь у нас кучка медленных машинюшек. И они поехали раз, два. Все, следующий ход. Ход номер три. И у нас опять же начинаем всегда с лидера. Лидер в повороте, и за ним итальянец. И итальянец может объявить лидеру, бросить ему вызов. И итальянец смотрит. Так, у нас модификатор у поворота ноль. Итальянцу не очень везет. То есть итальянец может сейчас сказать, ладно, я, у меня ноль и нет четверок. Но тем не менее, я, наверное, сыграю. Все-таки брошу вызов, попробую, сыграю. Он сыграет вот эти две свои карты. Причем эта карта с повреждением, поэтому не жалко ее морозить будет. В общем, итальянец играет две карты. Смотрим на немца. Немец может защититься, может не защититься. У немца размораживаются его предыдущие карты. И это 4 и 2. Так, немцу надо защищаться. Мы хотим остаться на первом месте, естественно. Мы не хотим пустить итальянца вперед себя, поэтому немец будет играть 4 и 3, лучшие свои карты. Заморозит. Но у него есть два дубля, которые дадут ему 4 в ход. Поэтому это достаточно будет удачно. Итак, немец играет. У него 4 и 3, это 7. Открывается итальянец. У него 3 и 3, это 6. Никаких модификаторов нету. Модификатор, вернее, 0. 7 и 6. Все остается как есть. Итальянец в повороте навязал борьбу немцу, но не смог его обойти. Немец удачно защитился. Оба игрока заморозили карты на 1 ход. И теперь непосредственно начинается ход с лидера. Зеленый игрок немец сохранил лидерство. Соответственно, он берет 1 карту. Это 3. Но по-прежнему попробует оторваться от итальянца и уехать на 4. 2 двойки требуют от нас по одной резине на каждую и мы тратим по одной резине. Смотрите, у нас остается всего лишь 3 резины. То есть, хоть немец и впереди, но тактику баланса, которую он еще ни разу не воспользовался, он выбрал явно неудачную. У него скоро не останется резины. Ему придется ехать на пидстоп. Так, эти карты в колоду сброшенных карт и немец у нас поехал на 4. Раз, два, три, четыре. И здесь вот он занимает наилучшую траекторию. Следующий за ним итальянец. 2 карты заморожены. Берем карту. Ага, 4. Итальянцу везет с картами, но здесь такая четверка, что аж 2 повреждения. У нас там еще 3 и все. И конец. Либо можно сыграть вот эти две. Что мы и сделаем. Наверное, пока вот эту опасную четверку играть не будем. Итальянец будет играть вот эти две карты. Здесь он тратит одну резину, но у него тактика экономии резины, поэтому он не тратит ничего. А вот с этой карты здесь опять написано проверка. И ему нужно будет пройти проверку. В данном случае мы проверку пройдем, потому что это плюс 20. То есть нам плюс 20 надо прибавить к нашему контрольному числу. 40. То есть будет 60. А у этой карты 20. 20 это меньше 60. Соответственно, проверку мы прошли, контроль прошли и повреждения мы не получим. Но нам придется карту заменить. И в следующий раз у нас контрольная проверка будет всего лишь 20. То есть будет сложнее ее пройти. Так. Все. Отдали две карты. Ходим на 4 секции. Едем вернее. Раз, два, три, четыре. И вот смотрите. Мы приехали в зону позднего торможения. И это как раз интересный момент. И сейчас я вам его покажу. То есть даже если бы у нас было 5, мы бы не смогли приехать сюда. Все. Мы останавливаемся сразу, как только мы приехали в зону позднего торможения, где уже есть другая машина. А у нас здесь зеленый. Но мы можем рискнуть. Мы можем попробовать пройти слепую проверку этого поворота, который равняется 50. И если мы достанем отсюда карту, у которой контрольное число будет равно или меньше 50, мы пройдем проверку и удачно на позднем торможении обойдем оппонента. Если мы проверку не пройдем, то наш гонщик вылетит из трассы. Но я вам обещал показать, буду показывать. Итак, итальянец проходит проверку. 53. Это больше, чем 50. Итальянец пытается обойти на позднем торможении немца и вылетает с трассы. Карта проверки уходит в колоду сброшенных карт. Вот так вот неудачно. Но вот эти зоны позднего торможения, они хороши тем, что как раз позволяют на риске обходить игроков. Так, теперь у нас роботы по-прежнему три. Раз, два, три. Занимает выгодную траекторию. Здесь у нас один находится на плюс два, соответственно он поедет на пять. Раз, два, три, четыре. Игнорирует пять. И здесь на три. Раз, два, три. И фиолетовые у нас все пока скучно. Раз, два. Пока отстают достаточно сильно. Борьбы никакой не навязывают. Ой, я не ту карту сбросил. Вот карта проверки. Так, на этом все, ход завершен. Следующий ход. У нас красный вылетел, начинается с лидера. Лидер это зеленый немец, у него есть одна карта, плюс он размораживает свои две, и он может объявить сейчас спидстоп, но он пока этого делать не будет, попробует оторваться, воспользовавшись тем, что красный вылетел. Берет еще одну карту. Так, если мы сыграем четверку, мы потратим все оставшиеся резину. Конечно, мы можем потратить одну резину и сбросить две другие карты, но этого дела совершенно не хочется. При этом мы там стоим на траектории плюс два. Нам бы зеленую сыграть, а у нас ее нету. А, вот, как раз, наконец-то, наконец-то, да-да, я забыл, у меня же тактика, баланс. Теперь я вам смогу показать, что это такое. В общем, с балансом мы можем вот эти траектории проходить с любыми картами, если они не красные. то есть если мы сейчас сыграем желтую или вот эту оранжевую, то вне зависимости от того, что здесь траектория зеленая, мы все равно можем добавить себе значение к скорости. Если мы сыграем хотя бы одну красную карту, то вот эта тактика баланса нам не поможет. Красная это, опять же, логика такая, что красная символизирует здесь агрессию и скорость. То есть это такие скоростные карты и очень агрессивные неаккуратные езды. Поэтому когда мы играем на тактике баланса и нам приходится агрессивную езду, манеру показывать в какой-то ситуации, мы не можем своей собственной тактикой воспользоваться. Поэтому мы играем карту номер три, вернее не номер три, а скорость три. Мы потратим одну резину возьмем из колоды две карты, это очень хорошо, три, три, и переместимся теперь аж на пять, три плюс два, воспользовавшись своей стратегией баланса. Раз, два, три, четыре, пять. По идее, конечно, я на самом деле сейчас сыграл неправильно, мне надо было сыграть двойку, вот я не посмотрел, поторопился, надо было сыграть двойку, прибавить к ней вот эти вот два, и поехать на четыре, и занять здесь траекторию плюс два, и тогда бы я дальше вырвался бы немножко дальше. но сделан он не воротишь. Зеленый сыграл, теперь за зеленым активизируются все, кто в зоне позднего торможения. В зоне позднего торможения никого нету, а поэтому возвращаемся к нашему бедному красному, но единственное, что он может, это вернуться в игру. При этом он возвращается, он не получает карту и не делает ход. желтые раз, два, три, здесь у нас плюс два, поэтому раз, два, три, четыре, пять, здесь у нас раз, два, три, и фиолетовые медленно плетутся в хвосте на два. у нас интересная ситуация, зеленый оторвался вперед, но у него нету шин, а красного догнал желтый робот, который будет навязывать ему борьбу в повороте в следующем ходу. На этом я это видео завершу, и тем, кому захочется посмотреть продолжение этой гонки, увидимся с вами в следующей серии. Всем остальным спасибо за просмотр, пока!